Далее, третий пункт, пожалуй, согласятся вообще все абсолютно, кто посмотрит этот видос. Повышение количества вещей с рейда с убитого босса. Вместо трех вещей будет падать четыре. С предласта и ласта пять. Ну, пять может быть много, четыре-пять. То есть, некий рандом, быть может, или просто четыре. Можно подумать, да, например. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прео. Сегодня, делая ежедневные походы на королевскую химическую кампанию, решил открыть варкрафтовские новости, посмотреть, почитать, что вообще происходит на текущий момент в мире Варкрафта. Может быть, что-то новенькое идет к обновлению 9.05. Ну, пока что ничего такого прям серьезного. Серьезные, интересные изменения ждут нас на текущий момент. Относительно скоро будут добавлены дополнительные вещицы в лут для тех людей, которые проходят рейд «Замок Нафрия». Имеется в виду, что просто-напросто вам будет падать больше вещичек при прохождении «Замка Нафрия». Давайте откроем новость на буфхеде и внимательно ознакомимся с ней. Название статьи уже радует нас. Увеличение добычи в рейдах Shadowlands. Больше кусочков лута, more pieces of loot, и больше токенов для оружия, end weapon tokens. Компания Blizzard анонсировала скорое изменение получения лута в рейдах при еженедельном ресете. То есть, стартанет недельный ресет, обновятся кдшечки в среду, и это изменение уже будет. Изменение будет связано с увеличением количества лута и увеличением получаемых токенов для оружия со всех сложностей. Ну и рассказывается о том, что просто-напросто сколько вещей будет теперь дропаться в нормал рейде и героик рейде. На каждых пяти человек в рейде будет падать одна вещица. То есть, например, 10 человек в рейде, вы получаете две вещицы. Пятнадцать человек в рейде, три вещицы. Двадцать человек, четыре вещицы. Двадцать пять. Пять вещей. Тридцать человек в рейде, шесть вещей. Круто, замечательно, хорошо. Люди смогут дропнуть себе с зинатрия пушечки, наконец-то, двухсот двадцатые, например. И тринкеты там, и колечки, которые снижают влияние око-тюремщика в утробе. Это крутое кольцо, между прочим, не стоит его недооценивать. Также, за каждого человека в группе вы будете получать 20% шанса для дропа дополнительной вещицы. Но это имеется в виду для рейдов, которые просто-напросто не делятся на пять без остатка. То есть, двадцать семь человек в рейде, двадцать два человека в рейде, семнадцать, там, шестнадцать. Если у вас шестнадцать, например, человек в рейде, то вам будет падать три вещицы. А четвертая вещь будет падать с двадцатипроцентным шансом. То есть, как-то так. Для мифик рейда вы будете получать четыре вещи с каждого босса. Двадцать человек, четыре вещи. Окей, хорошо. Это будут, опять же, четыре плаща Свизгунья. Что-либо другое Свизгунья, в принципе, не падает. Это все вранье, и Атлас Подземелий нам врет. Далее, блюпост, синий текст от компании Blizzard. Ну, собственно, то, что привыкли ресеты, будет это изменение. В лут-системе Замка Нафрия, она улучшится и все такое. Боссы будут давать на тридцать три процента лута больше, чем ранее во всех сложностях. Ну, правильно, да. То есть, мифик рейд раньше давал три вещицы, теперь будет давать четыре на тридцать три процента. Все правильно. Weapon Tokens, то есть, токены для оружия, будут дропаться больше, чем ранее. Вот. Собственно, на сколько процентов они будут дропаться чаще? На два, на пять, на десять, на пятьдесят, на семьдесят процентов. Где точное число? Я, может, буду проходить рейд на фул, и я не увижу ни одного weapon токена. Но зато в глюпосте написано, что они падают чаще. Это, знаете, ноль умноженное на сто равно ноль. И тут, похоже, все так же будет, есть ощущение. Ну, и здесь расписано уже то, что я сказал ранее. То, что для десятипипельного рейда будут падать две вещицы, для двадцатипипельного — четыре с каждого босса. Круто, классно. Люди, которые, например, на текущий момент одеваются, одевают твинков, смогут сделать это быстрее. Те, кто, например, покоряет замок Нафрия в мифике, сможет вытащить нужные вещицы по типу колец, тринек, пушечек. Тот, кто сидит на генералах и на Динатрии, сможет с генералов что-то дропнуть интересное. То есть на одну вещицу больше, а это реально круто, потому что этом левел повышенный с генералов. Ну и с самого Динатрия мифического можно будет полутать на одну вещицу больше, когда он умрет, конечно же. Так что круто, классно, замечательно, но нужно было это делать чуточку раньше. Чуточку пораньше эта система была бы идеальна. Ну ладно, хотя бы сейчас ей занялись. Что самое прекрасное в этом, то что, скорее всего, эти изменения перенесутся и на следующий рейд, который будет там уже в 9.1. Это не может не радовать. На этом монолог свой закончу. Всю мысль высказал, весь текст обработал. Все замечательно, считаю, рассказано. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...